К другим темам. Засушливые районы области обеспечат водой. Работа по реконструкции водопропускных объектов уже началась. Например, ремонт гидросооружения в Дергачевском районе позволит решить проблему водоснабжения в самом районном центре и многих соседних селах. Как идут работы на Верхнекомышевском водохранилище, оценил депутат Госдумы Николай Панков. Строительство ведется с 24 апреля текущего года. Окончание согласно графику строительства 14 декабря 2016 года. К реконструкции Дергачевского водопропускного сооружения приступили несколько месяцев назад. Средства нашли благодаря помощи депутата Госдумы Николая Панкова. Народный избранник добился финансирования проекта. Около 90 миллионов рублей выделили из федерального бюджета. После завершения работ гидротехническое сооружение будет бесперебойно снабжать водой три района. Такие сооружения, как здесь, они будут стабилизировать уровень воды и снабжать как раз три района. Дергачевский, Новоузенский и Алгайский район. В случае пониженной составляющей по водозабору, отсюда будет открываться шлюз и вода будет через день подаваться в эти три населенные пункта. Соответственно, и в те села, которые находятся вокруг, рядом с этим каналом. Ремонта здесь не было с момента постройки объекта в 80-х. Между тем, гидротехническое сооружение регулирует поток воды сразу для трех районов Саратовской области. Из-за вышедших из строя механизмов водоснабжение давно идет с перебоями. Сегодня планируют укрепить склоны и заменить сгнившие конструкции. Делаем новые щиты, ставим затворы, которые удерживают и позволяют регулировать. Поэтому они могли сбрасывать через донный водовыпуск. Донный водовыпуск, он небольшое количество пропускает воды на единицу времени. А здесь нужно тысячу кубов забросить. Подняли затвор, тысячу кубов ушло. Более качественно регулировать подачу воды. После реконструкции вода будет поставляться в засушливые районы бесперебойно. Объем водохранилища составит около 4,5 миллионов кубометров. По графику работы должны завершиться зимой следующего года.